ну вот наконец horizon падающий нуль вышел свет на пк и огромное количество фанатов теперь может насладиться игрой на богоподобных пеках правда сами пеки оказались иного мнения да не прошло нескольких дней как тема ролика повторяется сам шоке в конце прошлого я озвучил мысль что было бы забавно если бы обзоры на игру вышли смешанные вот тогда можно было бы поглумиться и вчера вечера меня ждало потрясение только главный момент в том что я хотел чтобы люди непредвзято оценили игру и чтобы наши мнения по возможности совпали а тут ни о каком глумлении речь уже не идет ребят людей банально кинули на бабки да история с batman arkham knight повторяется добро пожаловать 2020 год стим уже почитал количество отзывов больше 7000 на данный момент больше 7000 человек купивших игру и они теперь не в состоянии и даже запустить классно да зависание провисание загрузки по 20 минут а также fps в районе от 10 до 40 на машинах стоимость которых оценивается в сумму с тремя нулями тех самых говно пек на которые любят ссылаться некоторые индивидуумы на фоне этого я очень рад что и сам я и никто из моих подписчиков не купил мне пока версию для составления вердикта по портированию игры вердикт тут можно составить не играя просто по отзывам стиме людей просто бомбит с невероятной силой возврат товара прочится в каждом третьем четвертом обзоре половина из которых матерная а значит стим их потом удалит и как бы обзора значит и не было оценка выправляется в положительную сторону но удалил же мой обзор со словами тупое говно тупого говна на dark souls ремастер очень интересная система ну так вот людей можно понять ведь сначала же она стоила 900 с хвостиком рублей что заметьте вполне адекватно для игры 2017 года выпуска то есть ей уже три года момент адаптации конечно предзаказавшие счастливчики урвали этот шедевр за косари ну около того а потом цена взлетела втрое практически сейчас она составляет 2800 рублей что как бы намекает что это новый тайтл 3 а класса но нет нет это все еще посредственная игра трехлетней давности почему она посредственная можете посмотреть мой обзор он по подсказке сейчас высветился у вас вы не заметили как обычно честно говоря если ситуацию со стоимостью игр на плойку можно обосновать чем-то кроме жадности то ситуацию с такой стоимостью портированных старых игр возможно тоже можно как-то обосновать но мне приходит на ум лишь жадность издателей понимаю деньги нужны всем кокаин подорожал шлюхи ломят цену а мои шутки все также тупы и бездуховны но есть мнение и судя по отзывам стиме не только мое что это немного эре бор ну впрочем нам не привыкать покупать качественные тайтлы вроде last of us 2 дополненная версия за 6000 выше мышь в конце концов с вами sony boy мы сами выбрали этот путь до братья sony boy ничего тут к вам присобачился нет двигайтесь ну так вот ёпта можно соответствовать хотя бы этой сумме я не понимал творящегося с batman arkham knight тогда 2014 кажется году не понимаю сейчас ситуацию с horizon игра в раннем доступе лежала два месяца неужели за два долбаных месяца нельзя было запустить ее на чем-то стоимостью не с пятикомнатную квартиру хотя я не уверен что даже на таких квантово нейтронных компьютерах там все нормально шло нет ну просто как как это работает как создается такой уровень оптимизации у меня представляется знаете какая картина ассасин да ассасин нет не крита просто ассасин или как говорят японцы ассашин вот тот самый ассашин пока все спали или отмечали грядущий успех за десять минут до релиза пробрался в серверный зал стима и проползя охрану по потолку как спайдермен подменил копии или запустил туда гадкий вирус который испортил оптимизацию ничем иным я это не могу объяснить игра просто не запускается то есть вообще практически никак практически ни у кого самые счастливые люди тут это те кто пишут что мол прошел обучение на десяти кадрах счастливцы у вас хотя бы обучение запустилось люди по полчаса наблюдают экран с настройкой конфигурации и это на тех самых рекомендованных конфигурациях машин некоторые полагают что начальная заставка просто сжирает всю оперативку или я даже не знаю что это за черное таинство там творится судя по описаниям игра просто запускает не знаю майнер на машинах пользователей еще больше обогащает издателя а чем еще объяснить тот факт что это даже не запускается до меню нет ну так если подумать ежа все-таки тестировали ежа в принципе хоть на чем-то хоть раз запускали после конвертации вот у меня вопрос на чем на чипе sky net и который настолько производительный что оптимизировал ее сам на ходу по ходу загрузки что ли самые забавные то что это еще не самые забавные оценили игру слов да да я такой находятся люди которые оправдывают это да я неспроста вначале сказал что фанаты ждали игру думающие люди подумали еще один каламбур а как можно быть фанатом того что ты в принципе даже не пробовал о чем еще не знаешь можно сам наслышан таких фанатизме как в таковом не вижу ничего крамольного если он в меру я назвал бы это так острое желание прикоснуться к объекту заочного обожания такие люди не хотят слушать критики впрочем это их проблемы но есть более продвинутая форма жизни форма этого биологического организма то что защищает творение даже в случае его полнейшего провала а как у нас привыкли защищать что-либо в интернете правильно назови всех тупыми низшими существами можно еще приписать что у них руки кириллы и попросить выкинуть в окно монитор местная шутка потом смеетесь и когда игра откровенно кривая в некоторых аспектах и и еще ухода бедно можно оправдать такими вот тезисами что они кстати делают но казалось бы вот игра вышла такой что не запускается вообще ни у кого практически кстати хотите взглянуть в лицо оценочной системе стима помните я сказал что обзоров на момент написания ролика больше 7000 57 процентов из них положительные только загляните в положительные что вы там увидите да все то же самое только эти люди уже играли ну некоторые из них уж точно и авансом ставят игре положительную оценку особенно это классно смотреть когда люди прошли игру на ютубе и оценят ее положительно тем самым как бы говоря издателю не не ничего мы все понимаем вы же сделаете патч за два месяца не сделаю ну мы еще полтора года подождем мы же такие ух терпеливые а игру вашу заранее похвалим да под положительными отзывами советы как правильно держать шаманский бубен во время пляски чтобы у тебя увеличился шанс на благополучный запуск этого великолепного продукта ну так вот возвращаясь к теме эти хотя бы не агрессируют но есть и те кто хвалят продукт игра супер сюжет супер оптимизация супер а вы как думали обзор очки видимо тоже супер а те у кого не запускается да вы просто лохи выкиньте свое ведро в окно знакомо да или хотя бы обновите дрова для ваша кретина выпустили новое да таким людям иногда не приходит в голову что есть те кто умнее их и этот кто-то прожигая стул уже попробовал и дрова обновить и возможно даже комп не приведи господь ну вот а вы говорите объективные оценки сейчас вся объективность этого мира сосредоточилась на моем канале чудесном и скромном кстати спасибо что подписались это намек толстый как троллинг sony boy в комментах к обзорам оказывается существует шутка вроде спасибо sony boy за бета-тест так встречает портированные игры теперь же sony boy вовсе отыгрывается на пока боярах платя им той же чеканной монеты спасибо пока боярам за бета-тест хотя в этом случае хохма лишена всякого смысла но их можно понять и простить они заслужили поглумиться над нами потому что такое бывает действительно раз в несколько лет как солнечное затмение как пролет нибиру над челябинском короче ситуация просто аховая ребят отлажа в сторону все эти шуточки прибавуточки мне действительно жаль если вы потратили на эту игру три тысячи надеюсь вы сделаете возврат средств и он пройдет без проблем и обычно я такого не советую ведь я сам за лицензию всегда но даже если вы хотите поиграть в игру верните средства и скачайте ее с тарента тем кто купил ее за тысячу я тоже сочувствую да вы потратили втрое меньше но вас в каком-то смысле и обломали больше вы-то думали что вы урвали куш а это оказался куш говна уж простите за такую аппетитную метафору а теперь остается только отплеваться ну и моя маленькая мечта о том что игру постараются оценить новые игроки непредвзято тоже кануло в лету sony boy не стали бы покупать одну игру два раза только ради положительного обзора в стиме это недостижимая степень маразма хотя они ординарной личности разумеется встречается везде а вот те кто ждали или не ждали игру могли бы взглянуть на нее без свойственных консольчиком фанатичности и обожания теперь же как ни посмотри все отзывы и положительные и отрицательные будут крутиться вокруг оптимизации как в случае с бэтменом horizon arkham knight что сказать и я согласен с одним из обзорчиков за такие деньги это уже воровство ну ладно не унывать там планета такого все же не остановилась вроде но с поветру до встречи